приветствуем вас друзья на канале криптокомманс и в сегодняшнем выпуске ньюсблок крипто судебный иск подали на компании goldman sachs и kpmg из-за крах банка silver gate из-за бага в смарт-контракте суши своп было потеряно 3,3 миллиона долларов ripple станет единственным платиновым партнером на глобальном симпозиуме cbdc xrp готовится к старту open c pro обгоняет конкурента блёр по ключевым показателям по мере роста объемов и адресов и в заключении нашего выпуска аналитика рынка от джорджа танго оставайтесь с нами претензия против банковских аудиторов и андеррайтеров silicon valley bank была подана федеральный суд сан-франциско глобальный банковский кризис спровоцированный крахом silicon valley bank дружественного к криптоиндустрии привел к тому что крупные игроки отрасли также столкнулись с юридическими проблемами аудиторы и pmg банка silicon valley вместе с андеррайтерами включающими goldman sachs морган стэнли и bank of america были привлечены к ответственности за вводящие в заблуждение заявления которые привели к краху silicon valley bank согласно жалобе поданный федеральный суд сан-франциско ответчиками стали аудиторы и андеррайтеры банка silicon valley в документе сообщается что ответчики исказили балансовую устойчивость ликвидность и положение silicon valley bank на рынке по информации от bloomberg kpmg golden sachs bank of america и морган стэнли а также другие ответчики до сих пор не прокомментировали ситуацию в иске говорится что андеррайтеры опубликовывали вводящие в заблуждение комментарий при регистрации акций банка что привело к его краху в иске говорится что предполагаемая ответственность kpmg также основана на том что она подписала годовой отчет обанкротившегося банка silicon valley за 2022 всего за неделю до закрытия рынка 8 марта помимо негатива в этой новости есть еще один элемент крипто настолько глубоко проникла в нашу жизнь что другого пути кроме как дальнейшее распространение адаптация интеграция в наши повседневные процессы уже просто не может быть суши своп взломали в зоне риска только те кто пользовались системы последние четыре дня согласно нескольким сообщениям в твиттере ошибка в смарт-контракте протокола децентрализованных финансов суши своп привела к убыткам на сумму более трех миллионов долларов в первые часы 9 апреля компании по блокчейн безопасности сертикалер и пэкшилд сообщили о необычной активности связаны с функцией утверждения в контракте суши роутер процессор 2 смарт-контракте который агрегирует торговую ликвидность из нескольких источников и определяет наиболее выгодную цену для обмена монет в течение нескольких часов ошибка привела к убыткам в размере 3 3 десятых миллиона долларов главный разработчик суши джаред грей призвал пользователей отозвать все одобрения для всех контрактов по протоколу контракт суши роутер процессор 2 содержит ошибку одобрения пожалуйста отзовите все ваши одобрения как можно скорее мы работаем с командами безопасности над устранением проблемы спустя несколько часов после инцидента грей сообщил в твиттере что большая часть затронутых средств была возвращена в рамках процесса сотрудничество с белыми хакерами мы подтверждаем возврат более 300 эфира кофе baby из украденных средств сифу также мы на связи с командой лидо по поводу возврата еще 700 эфира у суши комьюнити были тяжелые выходные 8 апреля грей и его адвокат прокомментировали недавнюю повестку в суд из комиссии по ценным бумагам и биржам сша беда не приходит одна ежегодный глобальный симпозиум и digital monetary institute дмай проводимый в лондоне расширяет рамки обсуждения практических и теоретических аспектов цифровых валют таких как cbdc и будущего финансовых рынков мероприятие в котором приняли участие 126 центральных банков министерства финансов сша эксперты из цифрового финансового сектора назвала ripple единственным своим премиальным партнером на симпозиуме этого года в ежегодном симпозиуме который запланирован на 10 мая и будет двухдневным примут участие около 40 докладчиков которые являются членами глобального сообщества о мфф состоящего из представителей государственного и частного секторов число этих лиц входят в частности управляющие центральными банками израиля ганы и италии в качестве одного из основным спикеров мероприятия сьюзен фридман которая в настоящее время является главой отдела государственной политики крипто компании ripple будет присутствовать чтобы продвигать введение компании в отношении более крупной индустрии финансовых технологий ripple уже работает с несколькими крупными проектами cbdc по всему миру внося свой вклад как в технические знания так и в исследования недавно компания начала работать также и с другими направлениями цифровой валюты включая евро фунт и другие xrpl ledger принадлежащая ripple заимела свой первый стейблкоин привязанный к доллару децентрализованную альтернативу cbdc вместе со стебли usd представленную тикером usds в свете данных новостей сообщества xrpl а также более крупные игроки криптоиндустрии положительно отреагировали на это объявление поскольку считают что это может привести в конечном итоге к бычьему сценарию для токена xrpl openc pro все-таки обогнал блюр на этой неделе после запуска агрегатора nft openc pro значительно увеличилось количество активных адресов и объемов транзакций количество как новых так и ежедневно активных адресов выросло после того как openc объявила о своем новом предложении ориентированным на профессиональных трейдеров и призванная конкурировать со своим конкурентом на рынке nft blur в результате количество открываемых новых адресов openc pro подскочила до 1800 ежедневно при этом поднялось и количество активных адресов до трех с половиной тысяч ежедневно ежедневный торговый объем на новой платформе также вырос превысив 3 миллиона долларов 5 апреля на новой платформе от openc было совершено наибольшее количество ежедневных транзакций более 55 процентов рынка против 29 с половиной у его конкурента blur а днем позже этот показатель еще вырос до уровня 58 и 4 десятых процента openc pro является в какой-то мере ребрендингом nft агрегатора джем который openc приобрела в апреле прошлого года на тот момент джем заявила что предложение о приобретении было для нее неожиданным но она ускорит последующий этап роста между тем openc также заявила что сможет учиться на опыте и интуиции джем о продвинутом сообществе nft с тех пор джем была интегрирована как openc про как мы и всегда говорили ранее любая конкуренция для пользователей идет только в плюс и завершает наш выпуск ведущий видео блога крипто зорос джордж танк за последующие две минуты джордж расскажет нам о своем наблюдении биткоина который на его взгляд с большой вероятностью означает приближающийся тузимун давайте послушаем биткойн провел самое долгое время за всю историю ниже двух летнего среднего скользящего среднего смотрите в 2019 биткойн провел ниже двухлетнего sma 3 месяца в пятнадцатом 11 месяцев в девятнадцатом 6 месяцев ненадолго при черном лебеде во время к вида а сейчас мы находимся уже 11 месяцев и технически конечно же мы можем пробиться вверх но зная что у биткойна движение возникают довольно внезапно но все же что для нас это значит обычно если говорить просто находясь очень долго зоне перепродажи или перепокупки то обычно происходит взрывное движение в противоположную сторону у нас удерживали внизу очень долгое время 2022 был абсолютно ужасным не только за макро ситуации у нас еще также было очень много банкротств было множество коллапсов и немножечко доукона но не об этом и из-за этих событий мы находились в подавленном состоянии и перепродаже очень долгое время но теперь мы готовы отскочить в противоположную сторону и очень по-крупному посмотрите что было после пятнадцатого даже не говорю про девятнадцатый пятнадцатом году преодолев двухлетняя средняя мы ушли от мы улетели от низа в сто шестьдесят долларов до вершины в двадцать тысяч посчитайте сами вот настолько мы были подавлены и перепроданы задумайтесь об этом и представьте себе следующую вершину где окажется биткоин двести тысяч двести пятьдесят тысяч миллион долларов никто не знает ситуация изменилась а количество долларов значительно выросла но достаточно много денег а также достаточно институциональных компаний и стран которые готовы ворваться в биткоин да так как никогда ранее я думаю что это очень очень и очень позитивная вещь которая скоро случится верно что ж позитива у джорджа не занимать но при этом он не сказал ничего кроме фактов поэтому будем надеяться на лучшее и на этом мы с вами прощаемся надеемся информация была вам полезна и интересно и до встречи в следующем выпуске в следующем выпуске